МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим о главных новостях этого дня. В эфире подробности. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Смертельное ДТП возле львовского храма авто влетело в толпу прихожан. Из-за чего произошла трагедия и кто был за рулем? Еще один народный стрелок. В Конотопе пьяный депутат открыл огонь по людям. Чем закончилась его выходка? Добыча, которую не остановить. Почему в Виннойской области даже правоохранители бессильны против копателей янтаря? Прайд-2017. Как борцы за равенство по столице ходили? И чем закончилась их акция? Жуткое ДТП в центре Львова. Сегодня днем у одного из храмов внедорожник буквально влетел в толпу людей. Погибла женщина. Все подробности узнаем у Галины Якушко. Трагедия произошла у церкви святого Андрея Первозванного на площади Соборной около 11 часов утра, сразу после окончания воскресной службы. Как рассказывают очевидцы, 50-летний мужчина сел в свой внедорожник вместе с женой и начал выезжать с парковки. Внезапно автомобиль резко набрал скорость. Снес металлический столбик, влетел в каменный монумент с крестом и перевернулся на бок. В это время на площади были люди. Верующие как раз расходились из церкви. Авто зацепило двух женщин. Одна скончалась на месте. Погибшая пенсионерка тело женщины пролежала у церкви несколько часов, пока его наконец-то увезли в морг. Вторую пострадавшую забрала скорая помощь. Люди возмущены. Медики не спешили на вызов. Я понимаю, день медика. Выкликают все, что швидку, и никто не едет. Это не нормально. Швидка кидает трубку, диспетчер. Нема машины, ни одной везде. Чекайте, тут месиво. Пострадавшую уже прооперировали. У нее травмы ноги и гематомы на лице. Пациентка поступила в свидетельство в стане средней важности. Вона взята сразу в операционный блок за обстежением всеми специалистами. И проведена первая хирургическая обработка. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Известно лишь, что водитель был трезв. Ни водитель, ни его жена не пострадали. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Глина Куш, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. И ближе к вечеру в соцсетях появилась информация о личности водителя-внедорожника. Как пишет сообщество Варта-1, которое мониторит ДТП и ситуацию на дорогах Львовой области, это бывший сотрудник ГАИ Виктор Макаришин, уволенный со службы полтора года назад. Автомобиль он купил и зарегистрировал на свое имя всего 10 дней назад. Пользователи также пишут, что жена водителя-внедорожника беременна. А он сам после ДТП попал в больницу с сердечным приступом. Официально всю эту информацию полиция пока не подтвердила. Киев Прайд в Киеве не обошелся без провокаций со стороны радикалов. У многих силовики изъяли банки с зеленкой, яйца и даже гранаты. Противники марша подожгли флаги ЛГБТ-сообщества, а несколько участников шествия подверглись нападениям. Шестерых задержали. Подробнее в нашем материале. Центральные улицы столицы сегодня заполнили люди в яркой одежде и с разноцветными флагами. Тема цьогоречного Киев Прайда «Украина для всех». Основные наши требования для общества и для государства будуются вокруг этой темы. Любовь и полы, нас не свиньи! Права, люди, город, все! Среди участников акции много иностранцев. Они признаются, для них это не в новинку. Давно участвуют в подобных маршах у себя на родине. Я приехал сюда из Кишнева специально поддержать всех ЛГБТ-людей Украины. Я израильтян. Это должно быть, потому что думаю, что Украина должна быть более толерантной страной. В Израиле есть. Это как традиция в Израиле. Мы боремся за права и для того, чтобы в Украине у всех были уровни права. Вы участники канадских прайдов. За кордоном это больше происходит как селебрэйшн. Браво! 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 Но далеко не всем такая затея по душе. Нашлись и противники подобных мероприятий. Они пытаются навязать общество заявление о том, что сочинение равна с нормой. Дорогие друзья, это разносчики. Это вредители Украины. Эти люди хотят нас заразить. А вот активисты националистических организаций еще со вчерашнего вечера прикрывали улицы, чтобы не позволить участникам марша пройти. Но в итоге сами попали в ловушку. Мы были еще с 7 вечера тут. Нашнее чертование было. Нас блокировали за то, что мы блокировали именно этот марш. В полиции во время марша похвастались. Порядок обеспечили. Все большинство прошло. Более 5000 было национальной полиции, национальной гвардии и всех подразделений МВС. А вот после Киевпрайда без инцидентов не обошлось. В одном из ресторанов быстрого питания на участника парада из Израиля совершили нападение. Пострадали и журналисты. Один из интернет-порталов заявил, на их фотографа набросились полицейские. Когда он хотел сфотографировать, как копы пытались кого-то задержать, то подбежал сотрудник полиции, как пишет медиаресурс, без опознавательных знаков, и попытался помешать съемке. Бил кулаками по камере и хотел ее отобрать. А его коллега нанес несколько ударов корреспонденту. Мы обратились за комментариями в полицию, в надежде услышать, как там оценивают действия своих сотрудников. И вот, что нам ответили. Он написал заявку. Мы ее приняли и передаем в прокуратуру. Организаторы Киевпрайда уже подвели итоги. Уверяют, количество участников по сравнению с прошлым годом заметно увеличилось. Мы ожидали около 5 тысяч. Я думаю, что приблизительно такая цифра и была. Потому что то, что я наблюдала, это было больше, еще не меньше, в два раза, чем прошлый марш. К 11 утра Киевпрайд закончился. Но вот улицы столицы оставались перекрытыми еще несколько часов. Богдан Вербицкий, Инна Томина, Вадим Ревун и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Ультраправые бросают вызов украинскому правительству, уверены в Соединенных Штатах. В статье Вашингтон-Пост говорится, что власти играют с огнем, закрывая глаза на деятельность таких формирований, как свобода и правый сектор. И они, цитирую, уже не стесняются использовать насилие, чтобы добиваться своих целей, которые противоречат той ориентированной на Запад демократии, к которой стремится Киев. И хотя крайне правые партии пользуются поддержкой немногих украинцев, само их существование, пишет издание, подрывает авторитет Украины в глазах Европы. Расследователь нападения радикалов в Одессе на делегатов съезда женщин за мир снова призвали участницы движения на своем заседании. Форум прошел в Запорожье, на этот раз без инцидентов. Делегаты из восьми областей обсуждали пенсионную и медицинскую реформы. Напомню, в начале июня в Одессе неизвестные напали на женщин возле гостиницы, где проходила встреча и облили их зеленкой. После очень неприятных событий в Одессе, когда пытались изаминировать проведение съезда, и угрожали женщинам, и радикалы нападали на женщин, то женщины всей страны поддержали инициативу, собрали сегодня здесь, в Запорожье, более тысячи делегатов обсуждают вопросы пенсионной, медицинской реформы и презентуют наш женский мирный план. И сегодня же в Одессе горело одно из зданий Минобороны на улице Фонтанская дорога. Ранее там был факультет Института сухопутных войск, но в последние годы его поставили на капремонт. По данным спасателей, огонь охватил 300 квадратных метров. Горела крыша, чердачное помещение и третий этаж здания. А вскоре после начала пожара взорвался еще и газовый баллон. Чрезвычайную ситуацию ликвидировали в течение двух часов. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Однако было установлено, что накануне вечером на чердачном помещении производились ремонтные и сварочные работы. Бесконтрольное полесье. Полицейские, израильделов, спецполиция, нацгвардия и оперативный штаб немалые силы брошены на борьбу с нелегальной добычей янтаря. Но все, от нардепов до участкового, признают, пока остановить незаконный промысел не получается. Это показал и последний случай в Дубровицком районе. О связи вовом труде правоохранителей материал наших корреспондентов. Это полицейские машины на Полесье. И это вовсе не последствия ДТП. Так закончилась очередная попытка спецполиции из оперштаба остановить нелегальную добычу янтаря в селе Черемель Дубровицкого района. У старателей правоохранители изъяли две мотопомпы. Группа неведомых людей в Балаклавах напала на работников роти спецпризначения, пошкодила два службовых автомобиля, перевернули их. Десяти бойцам спецполиции пришлось уходить пешком, отбиваясь при этом от сотни старателей. В результате трое в больнице. В этот раз свои помпы старатели в буквальном смысле отбили. А это уже другое месторождение в селе Саламир. До границы с Белоруссией несколько километров. Переграничная полоса. Здесь когда-то запрещали даже ходить без документов. Теперь тут хозяин не закон, а янтарь. Те, кто его добывает, считают врагами и полицейских, и журналистов. Зачем? Ну, снимаешь на видеокамеру. Вот на пятый снимаешь. Дальше короткой потасовки и угроз дело не пошло. Нашей съемочной группе удалось уехать. Но мы вернулись и уже с нацгвардией. Прямо у дороги работает мотопомпа. Увести ее к группе из восьми полицейских не под силу. Единственное, что удается сделать, это на несколько часов остановить работу. Свидетелями такого разговора в кабинете председателя сельсовета в Дибривске, в 40 километров от Саламира, мы стали совершенно случайно. Говорят, конечно же, о Янтаре. При появлении нашей съемочной группы замолкают. Понятно одно. На землях, где сырец добывают местные, решили работать чужаки. Селяне их выгнали. Обычная ситуация. Оперштаб остановить нелегальную добычу не в силах, рассказывает глава сельсовета. Полиция разгонет, они назад идут. Я так думаю, что поставят палатки. Это не выход. Выход из положения, это принятый закон. Те, что не требуют законы принимать, а выйду бы так. Приняли бы люди, поремонтировали бы дорогу. Заплатили бы державу гроши. Но пока на добыче солнечного камня государство не зарабатывает. Янтарный капитал оседает в частных карманах. Кто-то тратит его на дорогие машины, дома. Кто-то на лечение, иногда на общие нужды. Машины для скорой и спасателей. Селяне воюют с полицией и журналистами. И если раньше просили о легализации, то теперь просят вообще их не трогать. Ольга Иванченко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Скандал в Конотопе Сумской области. Депутат областного совета Сергей Демеха устроил стрельбу в центре города. А когда страсти слегка улеглись, заявил, все это политическое преследование. Все подробности далее в сюжете. Центр Конотопа, улица Батуринская. Развлекательное заведение с баней. Половина десятого вечера. Этот парень, бывший сотрудник полиции, показывает съемку любительской камерой. Мужчины узнали земляка. Депутата облсовета, главу комиссии по земельным вопросам Сергея Демеху. В облсовет он прошел от партии «Свобода». Очевидцы рассказывают, депутат вытолкал из комнаты девушку, выбежал и выстрелил. Дальше Демеха сел в свою иномарку, но уехать ему люди не дали. Заблокировали автомобиль мусорными баками. И объяснил, что это на него напали. Кто напал? Две люди? Артем Журиды, последний сотрудник полиции. Напал на меня, вместе с последним сотрудником полиции Шипиловым Олександром. В Венпьяночне? В Венпьяночне? Я вообще не пью. Так, что дали было? Два раза меня держат в заручниках. В каких заручниках? Сегодня утром депутат Сергей Демеха разместил у себя на странице в фейсбуке справку о том, что накануне был трезв. Нам по телефону объяснил, его подставили. В полицию с заявлением обратился и депутат, и активист, в которого стрелял Демеха. Первая заявка произошла от местного жителя, он же депутат областной рады, про то, что житель Конотопа, он сказал его имя, забрал его золотой кулончик. Также этот житель вернулся с заявкой до полиции, про то, что сам депутат стрелял по нему. Розпочали два криминальные проведения, это за фактом фигантства и причинения легких сил и легких ушкоджений. Мэр Конотопа, которого Демеха публично обвинил в провокации против него, пока никак не отреагировал на это заявление. Расследование инцидента на контроле у главы сумской полиции. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Сумская область. В зоне АТО за минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных. Пострадавших среди наших бойцов нет. Тем временем миссия ОБСЕ подсчитала, сколько раз в этом году противник открывал огонь и сколько людей погибли. Подробнее об этом Ирина Баглай. Марьенко, западный пригород, захваченного боевиками Донецка. Люди здесь за три года уже сбились со счету, сколько раз приходилось восстанавливать жилье. После очередного утреннего обстрела снова взялись за молотки. Мы уже вторые сутки здесь работаем. Вы вон в дом зайдите, там вот так по колено стекла. У меня эти двери вырвало. Тут шифер сорвало. Там окно вылетело. Эти окна, это я уже забил. Волна, видать, через то окно зашла в дом. Три ракеты из Грады, почти все дома на улице остались без окон и дверей. Причем разруху принесли не осколки. Очень сильная была ударная волна. А вот в огород Евгения прилетел сам снаряд. По двору и дому как будто прошелся смерч. Главное, говорит, уцелели. Теперь в поисках стройматериалов. Того нету, того у них нету. Брезенты дали, ни рейек, ничего. Я говорю, а зачем их лепить? Замотаться и спать. Было все. И в один миг ничего не стало. Подлатают, забьют окна и снова на чеклу. Нам просто никуда деться. Привыкнуть невозможно. Уже ждем каждую секунду и каждую минуту, откуда. Не знаем, только летит. Дом магазина, а тут, короче, кафе было вроде бы. Ну, центр. Дом культуры, получается, школа. Это уже севернее Донецка. Пески, село, которое разгромили еще два года назад. Люди выехали, но боевики до сих пор накрывают его огнем. СПГ, АГС, минометы, БМП выезжают иногда. Ну, иногда танчики. Реже, конечно, но бывает. То есть, в принципе, весь комплекс изброили. Военные, которые уже не один год на передовой, вывели формулу обострения в АТО. Тактика меняется. Меняется от подразделений, меняется от каких-то, я бы сказал, таких факторов, может, политических даже. Деколи можно провязаться, например, до Минских угод, может. Какие-то минимальные загострения, когда бывает, если какие-то серьезные угоды. С начала недели в ОБСЕ констатировали, количество обстрелов удвоилось. И на передовой нет никаких признаков деэскалации. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В Португалии лесные пожары, по последним данным, забрали жизни 62 человек. Более полусотни получили ожоги. Четверо из них в больницах, в крайне тяжелом состоянии. Украинцев среди жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и попросили пока воздержаться от поездок в Португалию. Огонь охватил регион Пендаграу-Гранде в ночь на воскресенье. Распространяется пламя очень быстро и локализовать его пока не удается. Франция и Испания отправили свои самолеты на борьбу с масштабными пожарами. В ближайшее время прибудет еще одна группа спасателей из ЕС. Пожарные делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать огонь. По последним данным, всего зафиксировано 156 очагов возгорания. Самых масштабных 11. Два из них уже угрожают близлежащим жилым районам. Французы сегодня выбирают, кто пройдет в нижнюю палату парламента. Некоторые участки закрылись еще в 6 вечера, а в крупных городах и столице голосование продлили на 2 часа. Но, похоже, дополнительное время уже ничего не решит. Второй тур выборов отличается крайне низкой явкой. Но, несмотря на вялое голосование, победу прочь от партии недавно избранного президента. Подробнее в сюжете. Железное ограждение и усиленная охрана почти на каждом участке. 50 тысяч стражей порядка брошены во избежание возможных провокаций и нападений. Участки открылись еще с 8 утра, но избирателей на них можно пересчитать на пальцах. Я считаю, что не голосовать это просто позор. Во многих странах люди вообще не могут свободно это делать. А тут у всех есть это право и не использовать его позор. Когда мы с коллегами обсуждаем, идти ли на выборы, я всегда говорю, выборы бессмысленные. Но лучше голосовать, чем проигнорировать волеизъявления. Первые лица страны проголосовали еще до обеда. Бывшие президенты Аланта, Сарказис с женой, а также бывший премьер Мануэль Вальс. Политики даже делали селфи с рядовыми избирателями. А президент Макрон, приехав на участок, успел пожать руки согражданам еще перед голосованием. Но такие показательные выступления, а-ля быть ближе к народу, сам народ, похоже, не оценил. Низкая явка во второй тур парламентских выборов бьет исторический рекорд, отмечает французское издание «Ле Фигаро». До обеда не набралось и 18%. Низкая явка, абсолютно нормальная реакция. Просто столько шума было на президентских выборах, что люди устали. К тому же голосование совпало с длинными выходными. Народ уехал отдыхать. Подсчет голосов во Франции начнется сразу после закрытия участков. В 9 вечера по киевскому времени. Большинство мандатов по предварительным опросам «Ле Фигаро» достанется партии президента Макрона. Республика вперед. Республиканцам пророчат второе место. Социалисты могут пройти третьими. Есть шансы занять кресло в Нижней Палате парламента и ультраправого национального фронта. Анна Ильиных. Подробности телеканал «Интер». Вдвое больше кукурузы, наполовину меда и на треть других продуктов. Так выглядят согласованные Евросоюзом квоты на беспошлиный ввоз для ряда украинских товаров. Переговоры между евроинституциями были непростыми. Однако результат оказался лучше, чем ожидалось еще неделю назад. Подробности у Елены Абрамович. Совет ЕС отстоял украинские квоты, которые Европарламент хотел сократить. Из списка исчезла только мочевина. Таким образом, возить в ЕС без пошлин в течение следующих трех лет можно будет больше меда, кукурузы, ячменя, пшеницы и обработанных томатов. На практике это означает, что эти продукты можно экспортировать без уплаты пошлин. То есть будет большое преимущество по отношению к конкурентам других стран, которые платят пошлины, а украинские экспортеры платить пошлины не будут. Увеличить квоты Еврокомиссия предложила еще в сентябре. Так как украинские производители исчерпали годовые показатели по определенным товарам буквально за несколько первых недель года. Впрочем, беспошлиный список мог быть более существенным, считают эксперты. Нежелание Европарламента увеличить квоты на минудобрения и другую продукцию, как по мне, несправедливо. Речь идет о сферах, в которой украинский бизнес конкурентоспособен. И если ЕС хочет помочь преодолеть торговый дисбаланс, то должен в первую очередь дать зеленый свет товарам, производство которых на высоком уровне. В любом случае, зеленый свет от Евросоюза уже помог Украине. Экспорт страны ЕС вырос за полтора года на четверть, а повышение квот по подсчетам украинского Минэкономики позволит увеличить его еще на 100 миллионов долларов. Тут надо понимать, что 96% всего украинского экспорта уже идет почти два года беспошлино на рынок ЕС. Квоты введены только на 36 категорий товаров. Из них 9 категорий было использовано заранее. И теперь на 89 этих категорий квоты повысили. Замен же от Украины ждут активной, а главное реальной борьбы с коррупцией. И обещают скрупулезно мониторить, честно ли используются предоставленные преференции. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер. В Николаеве в очередной раз протестовали против работ по углублению дна в Букском лимане. Уже второй месяц портовики сбрасывают ил в акваторию местного яхт-клуба и общественного пляжа. Их пытались остановить несколько раз. Сегодня планировали организовать водную акцию протеста, но не получилось. Почему, знает Кирилл Ющишин. На пляже несколько десятков человек пришли поддержать техсменов и лодочников, которые в знак протеста против свалки ила в городской акватории планировали выйти на воду. Власти никак не реагируют. Мало того, что сегодня планировалась водная акция, мы предупредили кооперативы лодочные. И просто было указание сверху спущено, что никому не выходить. К акции присоединился лишь один катер и водный мотоцикл. Как раз в это же время земснаряд подошел в акваторию яхт-клуба с очередной порцией ила. Садимся в лодку, чтобы заснять все поближе. Сразу за причалом нас уже поджидают инспекторы Укртрансбезопасности. Наши лодки не дают подойти к судну и вынуждают уйти обратно на пляж. На суши к протестующим никто из чиновников не пришел. Хотя власть имущих заранее уведомили, что ждут на акции и хотят пообщаться. Местные жители заявляют, из-за действий портовиков местное побережье на грани экологической катастрофы. Как сыпал этот грунт грязный с нефтеотходами, с непонятно чем, который в течение 50 лет в порту лежал, так он его и сыпет. Людская душа, она включена в эту экологию. И мне кажется так, что если мы не отстойм этот лес и пляж, то грешит нам цена. Кроме вреда природе, за полтора месяца работы земснаряд засыпал и фарватер бухты яхт-клуба. Теперь спортсмены, буквально заблокированные на причале, не могут выйти на тренировку. Мы промерили канал, который идет на главный канал реки 2,5-3 метра. Он был буквально года два назад. Это мы мерили, был 8. За полтора месяца и мэрия, и обладминистрация не раз требовали прекратить работы, но портовики им не подчиняются. Власти наплевательски относятся к нашему будущему, экологическому будущему. Мы будем подавать исковые заявления в суды и пытаться в судебном порядке приостановить проведение этих работ. Тем временем земснаряд сбрасывает тонны ила с завидной регулярностью, как минимум раз в два часа. Протестов можно было бы избежать, если бы грунт вывозили в Черное море, но это для портовиков намного дороже. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев. В Украине сегодня День медика, но и в праздник медработники с тревогой говорят о предстоящих новациях. В стране вот-вот стартует медреформа. Сегодня медиков чествовали во многих регионах, а в Черкасской области сотрудники сельских ФАПов и райбольниц получили своеобразный подарок. Продолжат наши корреспонденты. Такое количество пассажиров в Черкасском речпорту уже давно стало нормой. От начала и до закрытия навигационного сезона горожан катает прогулочный катер. Но сегодня и транспорт особенный, и пассажиры непростые. Старенькой речной ракете забронированы для медперсонала сельских ФАПов и райбольниц. Это очень хорошо, очень приятно, независимое. Эту прогулку как подарок к профессиональному празднику для 130 медиков организовал нардеп Сергей Рудык. Он и сам не против прокатиться на ракете. Но часовой вояж по Днепру едва не сорвала погода. В считанные секунды щель сменился штормом. Но, похоже, медработников это не испугало. Даже в такие минуты их больше страшит неизвестность грядущей медреформы. Проект, который Рада проголосовала накануне. От медической реформы, в первую очередь, чекаю защиту самого медичного працівника. И, как минимально, 3200, там плюс-минус 100 грейдів. Хотя маю стаж практически 20 років. Грядущая реформа, говорит Сергей Рудык, ориентирована сугубо на пациента. А у медперсоналей не подумали. Согласно законопроекту, финансирование медучреждений будет зависеть от количества больных. Сельские ФАПы и скорая помощь в гонке за пациентами проигрывают районным и городским больницам. ФАП, в лучшем случае, получает финансирование на биовыживание, на забезпечение коммунальных пост. Что делать с швидкой допомогой? Как в швидкой допомоге стимулировать количество пациентов, которые до них должны вернуться за надание пост. Что вы что? Сидите и молитесь. Сегодня в неформальной обстановке, выслушав медиков, Нардеп планирует уже на следующем заседании Рады донести их мнение народным депутатам. Виктор Ткачук, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер Черкассы. Из-за угрозы взрыва днем была парализована работа аэропорта немецкого Штутгарда. Сообщение об опасности поступило от экипажа самолета авиакомпании Bulgari Air, который направлялся в Варну. Борт еще находился на взлетной полосе, когда якобы один из пассажиров заявил, что слышал, как кто-то угрожал подорвать самолет. Двух подозреваемых задержали, их уже допрашивают. По данным немецкой прессы, у них был подозрительный багаж. В полиции, пока эту информацию не подтвердили, сразу же после сообщения об угрозе пассажиров и экипаж, а это порядка 180 человек, эвакуировали. В аэропорту отменили все рейсы. Тонкая издевка. В Нью-Йорке громадные очереди на выставку твитов Дональда Трампа. Чем так заинтересовал американцев сообщение президента и почему он гневно раскричался, увидев последние новости. Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Казалось бы, ну чем можно удивить Нью-Йорк? Но очередь на Манхэттене тянется часами. Все хотят приобщиться к новой американской классике. Ведь неподалеку от Трамп Тауэр появилась вывеска «Библиотека Дональда Трампа». Ажиотаж такой, что у входа даже полицейских пришлось поставить. Всем интересно, а что президент написал в Твиттере этим утром? Политики говорят одно, а потом Трамп пишет в Твиттере совсем противоположное. Я очень либеральная и вообще против Трампа, и это шанс посмеяться над ним. На плакатах и на экранах самые громкие посты президента. В том числе и те, что он удалить успел. В Конгрессе даже законопроект предложили считать эти твиты официальной перепиской и архивировать для истории. Посты в соцсетях Дональд Трамп считает самым лучшим способом общения с американцами. Раз уж месседжи из Белого дома пресса, по его мнению, перекручивает, то пишет твиты. Вот, к примеру, сегодня поведал стране, что рейтинг его поддержки, оказывается, составляет больше 50%, что его реформы идут, несмотря на всю, как он пишет, охоту на ведьм. На что он намекает, тоже понятно. Ажиотаж этот пресс узнал от источников в администрации, что президент недавно кричал на телевизоры в Белом доме, увидев в новостях сообщение о расследовании обстоятельств увольнения главы ФБР. С общественным мнением приходится считаться, вот почему президентская семья в этот уикенд отправилась вовсе не на принадлежащий им роскошный курорт во Флориде, где они так любили проводить выходные, а заказали вертолет в Кэмп Дэвид. Летнюю президентскую резиденцию в штате Мэриланд, которую он старательно игнорировал, называя и бедной, и провинциальной, и деревенской. Но критики, что президент слишком много тратит на отдых, уже столько, что в этот раз глава государства показательно решил экономить. Проведет там субботу и воскресенье, чтобы с понедельника вернуться в Белый дом и переполошить страну очередным гневным твитом, который он традиционно пишет сам. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Нидерландах открыли крупнейшую в Европе солнечную электростанцию, а Китай впервые осуществил квантовую телепортацию. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Нидерландах открыли самую большую в Европе солнечную электростанцию. Голландские и китайские инженеры разработали уникальные двусторонние солнечные панели, которые дают на 30% больше энергии. Эти батареи могут генерировать электричество даже ночью и при пасмурной дождливой погоде. Благодаря этому годовой объем производства энергии новой электростанции превысит 400 мегаватт. Квантовую телепортацию между космосом и Землей впервые в мире осуществили китайские ученые. Для этого были задействованы два искусственных спутника на земной орбите и три наземных научных станции. Расстояние составило рекордных 1200 километров. Ученые надеются, что полученные результаты приближают время, когда квантовая связь будет широко применяться на практике. Как преодолеть языковой барьер и стать своим в незнакомой стране, знают японские инженеры. Они придумали удивительный голосовой переводчик. Уникальное устройство понимает устную речь и почти синхронно переводит на нужный иностранный язык то, что говорит его владелец. А понимает, ни много ни мало, 50 тысяч японских и 30 тысяч английских слов. Интересно, что этот миниатюрный прибор может распознавать не только официальный язык, но и сленг. Папы, которые вдохновляют. Сегодня во всем мире отмечают Международный день отца. Идея праздника возникла в США более 100 лет назад, а сегодня вместе с американцами его отмечают жители еще 40 стран. Еще бы, ведь своими папами гордятся многие. И хотя остаться наедине с малышом для некоторых отцов настоящее испытание, эти милые видео не оставляют сомнений. Дети украшают и настоящих мужчин. Инвалидная коляска или брейк-данс. Много лет назад этот парень выбрал танец. Когда Эвану было всего лишь год, врачи заверили, что он никогда не сможет ходить, как нормальный ребенок. На помощь пришли родители. С их помощью мальчик занялся брейк-дансом, и теперь он танцует в сильной команде, удостоенной многих наград. Совсем скоро он осуществит еще одну мечту. Откроет школу брейк-данса в родном Зимбабве. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова